Внимание! Марш! Забег «Спорт во благо» организовали родители детей с синдромом Дауна совместно с Брянским центром развития особенных детей «Гармония» и Московским благотворительным фондом «Даунсайд Апп». Они хотят, чтобы этих мальчиков и девочек принимали такими, какие они есть не только в семье, но и в обществе. Наша цель – помочь окружающим людям увидеть возможности детей с ограниченными особенностями в развитии, увидеть в них равноценных членов общества, которые могут точно так же, как и мы с вами, жить, радоваться, получать эмоции, общаться с друзьями, учиться, заниматься спортом, работать. То есть они могут прожить такую же жизнь, в которой живем мы с вами. А от нас обычного окружения требуется совсем немного. Это просто принять, доброжелательно к ним относиться и относиться с пониманием. Это очень важно. Это важно и для родителей, и для детей. На самую первую дистанцию вышли именно такие особенные дети. Они вместе с другими мальчишками и девчонками пробежали целый круг. Очень приятно было то, что организовали такое мероприятие для таких деточек. Ну, а как я не мог не прийти, когда внук. И пробежать вместе с ним тоже попробовал. Так что получилось и у него, и у меня поддержать прежде всего таких деточек, чтобы государство побольше обращало внимание на нас. Детям с особенностями развития легче расти именно в обществе сверстников. В числе тех, кто пришел поддержать не совсем обычных ребят, Кирилл. Он любит спорт и первым пришел к финишу. Я очень рад, потому что занял первое место. А ты знаешь, почему проводится этот забег сегодня? Да, потому что для фонда больным детям. Как считаешь, почему нужно таким деткам помогать? Потому что именно они тоже хотят увидеть что-то хорошее, тоже хотят быть здоровыми, как и мы, тоже хотят так бегать. Ты можешь с такими детьми дружить? Да. Самым ярким забегом стал фан-ран. На старт вышли необычные спринтеры в костюмах сказочных персонажей. Мы любим веселье, а костюмированный забег, в первую очередь, это весело. Представляю, пожарный в звании помощник пожарного выполняет функцию смотрителя. Ты смотришь, как происходит горение под присмотром? Да, смотришь. А я, как сказочный персонаж, я исполню любое ваше желание. Поддержать инициативу забега вышли многие жители города. Самые спортивные бежали в индивидуальном зачете дистанции полтора и три километра. На благотворительную акцию приехали целыми коллективами. В корпоративной эстафете приняла участие и команда телерадиокомпании «Брянская губерния». Ведущий «Лаврадио Брянск» Иван Сусанин уверен, что сегодня в мире кардинально меняется отношение к детям с синдромом Дауна. Если, к примеру, 20 или 30 лет назад синдром Дауна, можно сказать, подводил черту в жизни ребенка и в жизни родителей, то сегодняшний день и сегодняшняя жизнь подсказывают, что ребенок с синдромом Дауна – это лишь ребенок с особенностями развития. Это такой же человек, как и я, как и ты, как и все окружающие. Русский человек всегда отличался широтой своей души и желанием помогать ближнему. И вот сегодняшний спорт и сегодняшний забег во благо – яркое тому доказательство, что люди просто приходят и помогают даже совершенно незнакомым детям, совершенно незнакомым людям. Все собранные от благотворительного забега средства будут направлены на специальную программу для детей с синдромом Дауна – физкультура без границ. Мы планируем организовать занятия плаванием для детей. Такие занятия в городе есть, но они представляют собой группы. В группах наши дети не могут заниматься. Это сначала будут индивидуальные, потом малогрупповые занятия. Вместе с Брянском благотворительные забеги в поддержку особенных детей прошли одновременно в Барнауле и Тольятти. Организаторы акции надеются, что это лишь старт на большом пути к пониманию и принятию в обществе детей солнца, которые, как и все люди на свете, не могут жить без любви. Александра Седачева, Александр Егоров. События. Брянск.